Телеканал Дом с вами. Я вас приветствую. Это официальный разговор. Сегодня у нас в гостях директор Департамента защиты прав детей Минсоцполитики Украины Руслан. Добрый день. Добрый день. Руслан, 1 июня закончилось, ну прошло уже, но тем не менее ваш профиль защиты прав детей, он предполагает защиту о детях круглый год. Я так надеюсь, что это не только к 1 июня был проработан пакет инициатив, в том числе и законодательных. Правильно? Так. Ну, прежде всего, вы очень правы, что целый год мы работаем над тем, чтобы максимально восстановить, изменить, улучшить ситуацию щодо защиту прав детей. И в этом году, в том числе, саме до 1 июня урядом было расследовано и исполнено 8 законов и 18 постанов Кабинета Министров. Ну, по великому рахунку, это велика кількість нормативных документов, но, как бы сказать, это было сведомо. Чему? Потому что иногда, готуючи тот или другой документ, он втрачает определенное понимание и как бы точково мы решим то или иное вопрос. Это было сведомо сделать, чтобы на уровне уряда было представлено концептуально все напрямки работы и приоритеты по отношению к дитине. Перш за все, мы понимаем, и для нас самый главный приоритет – это каждая дитина должна виховаться в родине. Это деинститутализация, реформа интернатных закладов. Это социальные услуги, которые должны развиваться. Это децентрализация влады и повноважения, которые надаются непосредственно на местах. Давайте тогда конкретнее. Какие социальные выплаты, какие шаги делаются для того, чтобы защитить ребенка со стороны государства? Первый пункт. Ну, знаете, мы очень много говорим, когда есть защита или поддержка государства – это какие-то выплаты. Это неправильно. Если посмотреть на количество пильг и выплат, которые есть в государстве и зафиксированы на уровне государства, то наши европейские коллеги кажут, что их больше, чем по деяким позиціям и видов их больше, чем по количеству в других странах. Поэтому, перш за все, это должна быть поддержка родины и смена тих правил, которые бы улучшили умови проживания детей. Например, если мы хотим, чтобы дитина не была в интернате. Вы знаете, что нещодавно в период коронавируса системы закладов освяти, то есть из интернатных закладов было поверено 42 тысячи детей. То есть, что это за дети? Это дети, мы всегда говорим, интернатная система – это выключно сироты и діти позбавлены. Нет, это уже не так и давно не так, потому что вот те позиции, которые были закладены еще в 2004-2008 годах щодо розвитку семейных форм хования, они привели до того, что в интернатных закладах колоссально уменьшилась к количеству детей сироти позбавленных батькейского опеку. На сегодняшний день в Украине 70 тысяч сироти позбавленных батькейского опеку. Из этих 70 тысяч детей 92 тысячи уже виходят в семейных формах. Это те первые реформи динститутализации, которые дали результат. Что мы бачим сейчас? Мы бачим, что интернатная система заменуется. Она забирает детей уже не сирот, а она готует эти умовы и создает такие умовы, чтобы простые дети, у которых нет потреби в интернатах, но есть божание батьков, чтобы их отправили в эту систему. Теперь смена будет такая. Кожна дитина, которую божают батьки направить в интернат, она должна, первое, цю семью відвинить социальные службы, делать акт оценки потреб семьи и особи, то есть умовы. Потом эти документы идут на Комиссию захисту прав дитей. И после этого район даёт направление. Что это даёт? Кожна влада, місцевая влада, она должна понимать, какую дитину отправляют. Если есть проблемы с родиной, им нужно помочь. Это не для того, чтобы не пустить 100% детей. И если вы спросите, сколько дитей 1 вересня не пиде в интернат, мы этого не знаем. Все равно дети пидут. Но я впевнен, что по каждой дитине мы будем мать информацию. Причины. Чи то певные захворювания и требуется инклюзивный класс в школе, чи то есть проблемы социального характера. Нема работы, нема ежи, и тут надо поддерживать. И про это должна знать голова, органы пики. Чи то есть проблемы, которые связаны вообще с проблемами навчания. Поэтому на сегодняшний день это позволит понять по каждой дитине. Наступное – это все-таки реестр по каждой дитине, которая должна быть в закладах. То есть реестр детей, которые пребывают в закладах институционной формы выхождения. Это будет ли способствовать процесс децентрализации? А мы должны это объединять. Потому что, например, неможливо сделать децентрализацию, то есть реформировать интернаты, не развивая послуги на уровне децентрализации в громаде. Мы дали на сегодняшний день повноважение громадам. Кошти даем. И если эта громада спроможна, и она была правильно объединена, то вопрос возникает в другом. А что вы делаете для детей? Какие социальные послуги вы создали? Когда мы учимы, мы учимы, працюем с громадами, мы бачим другую ситуацию. Розумные, на мой взгляд, керевники, они не просто вкладывают гроши, наприклад, в инфраструктуру, дороги, в окна, школи, потому что они скоро выбирают. А питание в другом. Створюют социальную послуги, берут фаховцы социальной работы, которая помогает двум, трьем, четырьм родинам. По результату мне рассказывают, что мы вам дякуем, нашу школу не закрывают. Почему? Потому что мала комплектная школа. Дети, четверо детей отправили до интернатных закладов. И когда работали с родинами, повернули детей, дали певную допомогу, дали фаховцы социальной работы. В результате, пять детей решили вопроса не закрития школы. Голова зрозумев, что нужно развивать послуги для детей. Спортивная зала не должна быть зачинена після навчання. Дети повинні десь развиватися. Створили умови, створили навколо не просто дитячу площадку, спортивный медальчик, спортивные секции. А це, значить, надо взять людину, чтобы он постійно займался. И когда мы говорим, что по каждому напрямку есть ответственный, который формует дитину с маленького, то такий голова каже про то, что мы даже повернули молодь. Как? Ну, например, молодые юристы, которые поездили в Киев, и это было одно вопрос. А когда мы добавили им заработную плату, они повернулись с родинами. То есть у нас есть профессиональные, качественные специалисты, которые уже у нас увеличивают громаду. Ця громада была невелика. Но мы бачим много примеров, когда есть большие громады. Они мают на свои территории предприятия, мают финансы, и они уже вкладывают более ширши послуги. Например, створюют певные центры, которые надают послуги не только для этого района, а и безусловно и другие. Ну и, до речи, мы на сегодняшний день, принимая ряд этих постанов, мы в реагирование питания социальных послуг. Вы знаете, принятий закон про социальные послуги, и нам порядка 30 актов нужно сейчас изменять. По великому рахунку, на цьому Кабмині ми запровадили процедуру фінансування оплаты вартості цієї послуги. Тобто, ми повинні порахувати. Не повинна бути монополія держави на социальну послуги. Ми розуміємо, якщо ми не запровадимо социальне замовлення. Социальне замовлення залежит от того, яка людина захочет включатися в этот процесс, як порахують її послуги, і потім, як проконтролюємо. Також наступна постанова регулювала диференціацію вартості цієї послуги, моніторинг цієї послуги, контроль. Тобто, вибудовується система якості соціальних послуг. Ми не повинні звертатися, як в Радіатському Союзі, що хтось, ну, тобто, люди звертаються, і люди нікому не потрібні. Це дуже неправильно. Тобто, кожна людина, кожна людина має право, і по великому рахунку, вона має право на якість, на якість тих послуг, які надаються. Тому це був, ну, якби один із таких великих блоків про те, що я сказав спочатку. Комплексний підхід, починаючи від дитини, яка отримує допомогу в громаді, розвиток громади, відповідальність громади. Наприклад, було прийнято рішення, що безпосередньо, якщо дитина є в закладі, або від неї відмовляються батьки, то відповідальність раніше була і інтернат за це не відповідав, і голова району або об'єднані територіальної громади казав, що це не наше питання. Це чітко врегульований механізм. Керівник інтернату або закладу, він повинен повідомити, якщо батьки не відвідують дитину, безпосередньо голова ОТГ подає на позбавлення батьківських прав. Тобто ми не повинні гратися в те, що дитині краще там, де вона нагодована, а батьки там пів року, рік не бачать цю дитину. Давайте ми, наверное, об альтернативах інтернатам поговоримо отдельной программой. Я вам очень благодарна, що ви пришли. Спасибо вам большое. Це була програма «Официальний разговор» на телеканале ДОМ. Берегите себя, своїх дітей, і ми обязательно увидимся. ДОМ-БЕЛИТСКАЯ ОЛИ БУЛЬТРА ДОМ-БЕЛЬТА ДОМ-БЕЛЬТА ДОМ-БУЛЬТРА ДОМ-БУЛЬТРА